День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. И снова доброе утро. Мы продолжаем. Мы это Александр Шунин и Абби Келкин. А мы уже на связи с нашим первым сегодня гостем. Это Наталья Сухарева, научный ассистент, кандидат наук в области окружающей среды, представитель Латвийского института гидроэкологии. Почему мы говорим о таких сложных вещах со сложными названиями? Потому что в Латвии будет реализован уникальный проект. Впервые будет изучено микрозагрязнение морского песка пластмассы, причем по всей протяженности побережья, от Папы до Айнежи. И почему это так важно, мы поговорим с Натальей. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, чем важен на самом деле этот проект? Что за микропластмасса? Откуда она берется? Да, действительно, на прошлой неделе стартовал такой масштабный проект при финансовой поддержке студенческой организации СЭЛГА и научно-технической поддержке нашего Латвийского института гидроэкологии. Мы будем изучать загрязнение микропластиков в песке. И, как вы сказали, на протяжении всего побережья Латвии, что 500 километров в общей сложности. И это важно, потому что, во-первых, загрязнение микропластиков на данный момент это одна из самых актуальных тем, которые исследуются во всем мире. Но Латвия в этом смысле только в самом начале пути. И у нас очень мало данных пока что про загрязнение микропластиком. Поэтому подобный скрининг даст нам такую глобальную... Ну, не глобальную, но глобальную в рамках Латвии базу данных, которая покажет, какая у нас на сегодняшний момент ситуация. И это поможет, во-первых, планировать будущее исследования, а также начинать какие-то информационные кампании, связанные с урегулированием этой проблемы. Что такое вообще микропластик? Ну, вот я понимаю, пластиковый пакет. Я там что-то съел, выбросил, я плохо поступил, но я понимаю, вот он, вот он, кусок пластика. А микро? Это же какие-то, ну, действительно микроэлементы. Откуда они берутся? Нет, всё намного проще. Пластиковый мусор, скажем так, делится на три категории. Микро, мезо и макро. И микропластика – это всё, что меньше 5 миллиметров в диаметре, если измерить частицу. И микропластик может быть изначально микропластиком. Например, это какие-то компоненты косметики или, допустим, волокна, которые отделяются от одежды. Или это может быть так называемый вторичный микропластик, который получается из-за того, что большие куски пластика, как пакетик или пластиковый стаканчик, когда он попадает в окружающую среду, в том числе в море, он начинает разделяться, распадаться на более мелкие частицы, и получается микропластик, который меньше 5 миллиметров. Ну, если я правильно понимаю, этим микропластиком полно всё, и море, и берег, и находят в организме животных, и даже рыбы, в том числе в Балтийском море. Да, и последние исследования говорят о том, что даже в питьевой воде можно найти микропластик. Поэтому это настолько актуально и проблематично, потому что пластика много, его становится больше с каждым годом. В 2014 году, мне кажется, подсчитали, что 8 миллионов тонн в год попадает в океан микропластика. Ну, это во всём мире. Во всём мире, да. Но если мы говорим про 2025, то счёт уже идёт на 250 миллионов тонн. То есть прогрессия идёт экспоненциальная. Подождите, подождите. Давайте зафиксируем. Вы говорите, в прошлом году 8 миллионов тонн. В 2014 было подсчитано. Да, хорошо. Но идёт нескончаемая борьба с пластиком. Мы отказываемся там взять даже Латву. То есть 1 июля будет запрещено к продаже, ну, точнее, к ввозу новые партии пластиковых, различных одноразовых вилок, ножей, трубочек для коктейлей и прочего такого. То есть весь мир в едином порыве борется с пластиком. А вы говорите, что по экспоненте растёт его употребление. Это как? Поэтому и вводятся сейчас эти ограничения, потому что если не ввести их сейчас... То есть это расчёт, который будет на 2025 год, это если ничего не поменяется. Поэтому нужно действовать именно сейчас, чтобы это уже сейчас снижать, чтобы это всё не росло дальше. И тут важно отметить, вы правильно сказали про одноразовые продукты, которые используются. Большая часть пластика, которая попадает в окружающую среду, в том числе в океан, это одноразовая посуда, одноразовые пакетики. И всё, что используется один раз, выкидывается. Потому что такие вещи, как какая-нибудь сконсионная труба, используются десятилетиями. А пластиковый пакетик использовали, выкинули. И вот он уже на пару тысяч лет остался в окружающей среде. Бороться с использованием пластика, я понимаю. Ну, просто отказываться от его использования в пользу каких-то других материалов. А что касается микропластика, вот это заражение, в том числе на пляже, как это возможно вычистить? Ну, то есть следующий шаг. Хорошо. Вы нанесёте на карту, вы посчитаете примерно где сколько. Что будет дальше с этими данными? Во-первых, эти данные будут в свободном доступе для любого желающего. Их можно будет в конце года найти на домашней странице нашего института. Также будут происходить возможные дискуссии в университетах и в разных организациях. Также, если муниципалитеты захотят, мы будем работать с ними. И дальше будет происходить вот дискуссии, как с этим бороться. Но тут важно отметить, что, конечно, инфраструктура, которая организована муниципалитетом, это очень важный момент. Но это только половина истории. Вторая половина истории – это наши личные отношения. И если каждый человек будет нести ответственность за тот пластиковый мусор, который он принёс на пляж, допустим, то ситуация станет намного лучше. И это так называемое осознанное отношение к окружающей среде. И здесь действительно нужно понимать, что каждый из нас в ответе за свой мусор и в ответе, в первую очередь, перед животными, даже с теми такими маленькими, которых мы не видим, которые сами по себе не пользуются микропластиком и его не производят, но вы вынуждены с ним жить, с ним уживаться. – Напомню, с нами на связи Наталья Сухарева, научный ассистент, кандидат наук в области окружающей среды, представитель Латвийского института гидроэкологии. – Да. Ну вот всё-таки я хотел утащить, вполне возможно, что ситуация улучшится, когда полностью страны Европейского Союза откажутся от пластиковых. Сейчас этот процесс, в принципе, идёт? – Да, всё идёт. Ну, конечно, улучшится. Конечно, улучшится. Но, опять же, нужно, чтобы каждый человек сам тоже хотел это сделать, потому что одно дело – регулирование и запреты, другое дело – личные отношения. – Только ли пластик вреден? И, может быть, исследование потом, или вы будете делать какое-то другое исследование, потому что, к сожалению, пляжи загрязняют не только микропластиком? – Нет, конечно, не только пластик. И есть очень много других загрязнителей, такие как органические или тяжёлые металлы. Но нужно понимать, что микропластик – это не просто частица, которая вот лежит и никому не мешает. Микропластик взаимодействует с окружающей средой, взаимодействует с организмом, с метаболизмом, и он может выделять опасные вещества, которые называются эндокринными разрушителями. И эндокринные разрушители, в первую очередь, нарушают метаболизм, нарушают гормональный баланс, влияют на репродукцию и могут даже провоцировать гормонозависимые виды рака. Поэтому это не просто какая-то инертная частица, это действительно источник опасных загрязнителей. – В таком случае давайте вернёмся к моему вопросу, как это можно очистить. И, кстати, исследование ваше будет, на какой глубине песка? – Мы берём на каждой точке, их 25 всего, на всей протяжённости пляжей, в 25 местах, в каждом месте по 4, скажем так, окошка, и это 5 сантиметров песка, но берётся именно омываемая часть песка, то есть это не сухой пляж, а именно мокрый песок, 5 сантиметров в глубину, 50 на 50 сантиметров. Это получается полное, по-моему, 10-литровое ведро, чтобы был понятен объём. – Да, и про очищение? – Очищение – это есть лабораторные методы, которые, кстати говоря, были отработаны в нашем институте, потому что наш институт первый начал заниматься именно загрязнением микропластика в Латвии. У нас есть специально оборудованная лаборатория для исследования микропластика, и там целая цепочка химических, скажем так, экспериментов, которые приводят к очищению этих образцов. – Как вы оцените ситуацию с утилизацией пластика в Латвии? – Конечно, очень важно, чтобы инфраструктура была удобной и понятной для обычного потребителя, чтобы она, скажем так, даже помогала ему правильно утилизировать свой пластиковый мусор. – Должна. А как сейчас? – Да, должна. Если вы хотите узнать мое личное мнение, мне кажется, она не до конца доработана. Могла быть более удобная. – Ну, чего не хватает? – Но я очень рада, что она уже есть. – Больше контейнеров, которые, кстати, тоже пластиковые, информационная работа, воспитательная, назовем это так. Чего не хватает, на ваш взгляд? Вы специалист, мы вас слушаем, я даже записываю за вами. – Я не специалист в переработке мусора, я специалист в окружающей среде. Но в первую очередь, конечно, все должно начинаться с информационной кампании и с воспитательной работы. Все это должно доноситься до людей уже на уровне детских садов, школ, университетов. Это должно объясняться. Это не просто должно вводиться, это должно объясняться, почему это важно. Каждому человеку нужно объяснять, почему это важно. Больше контейнеров – это, опять, можно сделать очень много контейнеров, но если люди не понимают, зачем это нужно делать, это не поможет. В первую очередь, именно работа, работа и работа с людьми, чтобы каждый сам захотел, чтобы каждый лично сам захотел заниматься сортировкой мусора и правильной утилизацией. Именно этим мы и занимаемся, и на радио «Болтком», и потом расшифровка нашей беседы, конечно же, появится на сайте MixNews.lv. Мы тоже за чистую среду, мы тоже поддерживаем этот слоган «Не надо мусорить». А говоря о сортировке, кстати, мусора, сами вы давно осознали необходимость этого? Ну, такой личный опыт. Мне повезло, я училась в Бельгии, где вопрос сортировки мусора уже очень давно решен и на очень высоком уровне. Там просто у людей нет возможности его не рассортировать, вот так там система построена. И, естественно, когда ты попадаешь в такую среду и попадаешь в, скажем так, всеобщую поддержимость сортировки мусора, ты подключаешься к ней тоже. И с тех пор, конечно, я подключилась к ней тоже. То есть, на ваш взгляд, поможет опыт, объяснение, ну и потом это просто войдет в привычку через какое-то время? Я думаю, да. А сколько лет должно пройти? Пять, десять, пятнадцать, чтобы мы на автомате относили каждый, не знаю, элемент мусора в свою кучку складывали? В той же самой Бельгии, возможно, вам рассказывали, сколько лет прошло? Это вопрос уже, наверное, к социологам. И, наверное, дело в менталитете тоже. Мне очень трудно ответить на такой вопрос. Но я могу сказать по-другому. Мои дети, мои трехлетки уже с большим таким рвением и даже с ревностью следят за тем, чтобы весь мусор был в правильных контейнерах. И очень-очень удивляются, почему все еще мусор можно найти просто на газоне, на пляже или где угодно. То есть, как всегда, надежда на новое поколение у нас. Скажите, а штрафы помогут? В том числе не персональные, а юридическим лицам, в том числе за загрязнение и водоемов, и пляжей? Я думаю, для начала, конечно, можно. Для начала, да. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но, опять же, допустим, если взять такие страны, как Япония или Южная Корея, у них просто нету даже мусорников на улице. Очень редко можно найти мусорники на улице. Однако никто не мусорит, никто не выкидывает просто свой пластик или даже любой другой мусор просто на улице или на газоне, или в парке. Потому что они с детства воспитаны так, что каждый ответственный за свой мусор, и они несут его домой, если нет возможности выкинуть где-то в общественном месте. Ну, по-моему, все-таки возможность выкинуть в общественном месте должна быть. Ну, как так? Она должна быть, но она не определяется. Ну, через парк, там, я не знаю, съел условно конфету, или сейчас жарко, лето, вкусно, мороженое. Ну, куда деть палочку, куда деть обертку, если нет мусорника? Ну, обертка не весит 10 килограмм. Ничего страшного, можно ее донести до дома. Да, просто она грязная и с подтеками. Зачем ее совать в карман белого платья, например, если это девушка? Ну, согласитесь, что если у вас в руках грязная обертка из-под мороженого и нет вокруг мусорника, то лучше все-таки ее донести до ближайшего мусорника. Да, разумеется, разумеется, разумеется. Никто не говорит о том, что надо бросать под ноги. Это, правда, вопрос приоритетов. И наш приоритет, могу только повторить, мы совпадаем. Это чистая среда, экология и так далее и тому подобное. Наталья, огромное спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Напоминаю, мы разговаривали с Натальей Сухаревой, научным ассистентом, кандидатом наук в области окружающей среды, представителем Латвийского института гидроэкологии. И отправной точкой стало исследование уникальное, масштабное. В Латвии уже вторую неделю изучается загрязнение морского песка микропластмассой по всей протяженности побережья, от Папе до Айнажи. Ну и, конечно же, речь стоит гораздо шире, глубже и серьезнее об общей чистоте, так сказать, и о привычках. Вопрос уже такой цивилизационный, что ли. У нас небольшая пауза и другой аспект цивилизации, если можно так сказать. Мы рассмотрим с Гинтом Кузнецовым, учредителем Латвийской ассоциации фитнеса и здоровья, эти ребята завтра могут возобновлять свой бизнес. Но не полностью. Но не полностью. И очень этим недовольны. И буквально в пятницу у Гинта была встреча с представителями кабинета министра. Вот и поговорим, чем закончилась эта встреча, возможно ли какие-то изменения, когда откроются спортзалы, для кого, и когда нация станет сильнее, здоровее, и мы пойдем красивыми поджарными телами на очищенные от микропластика пляжи. У нас пауза. Спасибо. И слушайте радиоболтком.